Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Дорогие друзья, у нас сегодня Дмитрий Лукьянов. Учимся говорить публично. Да, и вот от нашего слушателя и зрителя Романа Шахова пришло сообщение. Дмитрий, как правильно поздравить Тющу на дне рождения? Вот юбилей, собрались вокруг близкие друзья, знакомые, родственники приехали со всех уголков России. Это же всё-таки публичное выступление. Прекрасный вопрос. Ну, во-первых, своё поздравление можно начать с фразы «Я присоединяюсь ко всему тому, что было до меня сказано». А тут ведь как может быть зять? Зятю первое слово могут предоставить. Такие иногда бывают тёщи. Знаете, когда возникает вопрос, как же вам поздравить свою тёщу, свою жену, что иногда бывает ещё более важно, то люди, прожившие достаточно долго вместе, они испытывают в этом какую-то проблему. Ну, мы же друг друга хорошо знаем, да? Мы же просыпаемся вместе, мы засыпаем вместе и так далее. И вот есть маленький такой комментарий. Попробуйте взять и назвать 10 для начала положительных характеристик вашего визави, вашего оппонента. Будет это тёща, жена или муж, неважно. Это безумно сложно. Ой, ну как приятно это слушать зато. Просто послушайте, насколько ваше поздравление, и тогда, в общем, говорить ничего больше не нужно. Вот смотрите, я сейчас попробую, да? Роман и Александра. Роман, вы, на мой взгляд, очень уверенный, очень спокойный, очень взрослый, очень осознанный, очень профессиональный, очень прекрасный, прекрасный, и так далее. Вот пять слов, и казалось бы... И всё, и роман уже сейчас. Давайте про вас. Это будет до конца часа, друзья. Ну, давайте. Александра, вы очень привлекательная женщина, вы очень харизматичная женщина, вы сияющая девушка. О, как я, как сразу слова менять начал, да? Вы профессиональны, вы, ну, чистая. Ну, и так далее, и тому подобное. Рома, я же говорила тебе, что Дмитрия надо звать. Я думала, надо чаще звать Дмитрия. Кто ещё надо говорил? А я со своей стороны хочу сказать огромное спасибо Сити-классу за то, что пригласил меня вначале вести на свои семинары, делиться опытом, а потом пригласил сюда, в студию Страна ФМ. Дима, вот вопрос, который вам тоже Роман задавал уже вне эфира. Роман, скажите, пожалуйста, кто чаще всего хочет правильно публично выступать, мужчины или женщины? Есть ли у вас наблюдения на этот счёт какие-то? Ну, давайте говорить будем о том, что у меня есть несколько мастер-классов в рамках Сити-класса. Это и продюсерский курс, и ивент-курс, и курс по публичному выступлению. Вообще, по моему опыту, приходят больше, конечно же, женщины. Я не знаю почему, но сейчас, видимо, время такое. Равно как сто лет назад. Да ничего нового, если вдруг кто-то сейчас скажет, но вот... Но уже приходят другие женщины. Да, приходят другие женщины, но они точно так же молоды, красивы и очень целеустремлённы. И они хотят знать больше. Они не сядут на месте. Я не знаю почему. И с единственной только разницей я всегда, чётко полагая свою аудиторию, ожидаю, что будут приходить люди, которые чего-то хотят, но пока ещё не знают, чего хотят. И вот они набирают свой багаж, свой какой-то бэкграунд, для того, чтобы разобраться, куда дальше двигаться. Сделать ли свой проект, заработать ли денег, научиться ли говорить и так далее. Но по факту получается, что приходят в основном профессионалы. То есть люди, которые уже что-то умеют и что-то знают. И наш разговор почему-то всегда строится совсем не так, как я планирую. Но это тот самый случай, когда о чём больше человек знает, действительно он приходит к выводу, что он вообще ничего не знает. Друзья, мы знаем точно одно, что нам нужно прерваться, сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим общаться с нашим гостем Дмитрием Лукьяновым. Сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Бандерас. «Страна ФМ». Всё к лучшему. «Страна ФМ». 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 И не только. К другим темам обязательно перейдем. Сейчас хочется об одном мероприятии поговорить. Вот 21 июня в Сити-классе будет проходить коучинг-проект «Как идею превратить в деньги». Вот несколько слов, Дмитрий. Расскажите нам, пожалуйста, как строится этот семинар. Вы уже идеи подкидываете или нужно все-таки принести свои идеи, а вы расскажете, как из этого вывожить деньги? Очень хороший вопрос. Вот этот вопрос очень хороший, потому что сразу же данный семинар вовсе не рассчитан на бизнесменов. То есть на людей, которые умеют и так зарабатывать деньги. Там совсем другие схемы, маркетинг, инвестиции и так далее. Я предпочитаю говорить с теми людьми, которые чем-то озадачены. Вот внутри, наверняка у каждого. Я хочу, 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 хочу что-то сделать, но при этом всегда возникает куча каких-то проблем и все время что-то откладывается в реализации проекта. Особенно у творческих людей. Художники, музыканты и так далее. Мы все знаем, что это достаточно капиталоемкие отрасли, сферы, но каждый из нас вполне может оказаться в ситуации, когда не получается. И вот это одна из самых таких благодатных сфер, потому что мы с пришедшими на данный мастер-класс можем говорить конкретно о том, как, взяв конкретный продукт, допустим, я хорошо играю на гитаре, на этом заработать. Или я ивент-менеджер, я вот люблю организовывать мероприятия, или я пишу, или что-то другое. Как сделать так, чтобы на этом заработать? Вы узнаете ответы на все вопросы? Я не знаю ни одного ответа. Я больше вам скажу, что эти ответы мы находим в процессе нахождения, но, опять же, я обращаюсь к своей аудитории всегда, я очень прошу, приходите со своими запросами. Если вы знаете то, что вы хотите сделать, тот продукт, то это очень предметный разговор. Даже если вы уйдете после нашего разговора с пониманием, что это бесполезно, а такое тоже может быть. Ну, маловероятно. Но не бизнесмен совсем, да? Нет, что... Вот сюда лучше не ссуваться. Вот я рисую для того, чтобы я рисовал. Это очень важно, да? Я рисую, потому что мне это приносит удовольствие. И не нужно делать из этого деньги. Ни в коем случае. Потому что вы потратите время, и у вас ничего... Результат может не ответить на ваши ожидания. Результат может не ответить вас, конечно же. Если так произойдет, это очень хороший результат, я считаю. Либо второй результат. Слушатели выходят с очень конкретным планом по реализации своей задумки. С очень конкретными инструментами. Я, к огромному счастью, ну, просто знаю чуть-чуть побольше площадок, инструментов, способов, как разговаривать с аудиториями, какие месседжи им можно посылать. И таким образом, выстроив некоторую такую бизнес-стратегию, ну, или маркетинговую стратегию, либо пиар-стратегию, слушатель может действительно прийти к какому-то результату. То есть вы наталкиваете просто на... Не наталкиваю. Мы создаем этот инструмент. Сделает или нет данный слушатель, это уже его личное дело. Ну, потому что... Дмитрий, ну, подождите. А это происходит, я так понимаю, на всеобщем обозрении, что называется? Конечно. То есть, да, вот 10 человек пришли, я пустим, к вам на этот курс, и каждого, каждого проблему обсуждают все вместе. Конечно. Более того, подсказывают. Потому что у каждого... Вот, это же одна голова, хорошо, а 12-то лучше гораздо, конечно. Это тоже больше женщин здесь, как где складывается? Или уже мужчины здесь подключаются? Здесь, наверное, 60 на 40 процентов, женщин больше. В любом случае. Это все мероприятия, которые работают. Почему? Это ваши не единственные курсы, которые вы в сети классе читали, и были, насколько я знаю, вы начинали с такого мастер-класса, как сам себе режиссер, да, что-то... Сам себе продюсер. Сам себе продюсер, режиссер. Ну, это, в общем, та же самая история, просто мы немного ее изменим. А, в общем-то, та же самая история проходит. Есть ли люди, которые вот уже из раза в раз, из года в год к вам приходят? Слушайте, можно я расскажу совсем свежий пример? Он связан с городом Баку. Конечно. Азербайджан. Баку, как многие другие города постсоветского пространства, очень заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали туристы. Ну, и инвестиционная привлекательность была лучше и так далее. А им есть о чем рассказать? Мы все знаем, как сейчас Грузия и Тбилиси, да, позиционируются в интернете. Просто огромное количество, по крайней мере, моего окружения за последние два года побывало в Грузии. Вот Баку ко мне после одного из рекламных сообщений обратился представитель города Баку, который делает разные проекты по позиционированию. И мы в течение последних двух месяцев занимались, я с ним разговаривал, мы создавали некоторый проект. Они сделали фильм. Сделали фильм про Баку, сделали его с National Geographic. И вот буквально позавчера мы отсматривали предфинальный вариант, перед тем, как его показывать заказчику второй. Я могу представить, что там получилось. Наверное, потрясающий красотый фильм. И сразу все поехали. Не знаю. Поедут, поедут. Фильмы еще не выпустили. Ну, допустим, я с большим удовольствием смотрю все программы Познера и Урганта. Вот путешествия. Да-да-да. Про Америку, про Францию, про... Израиль. Про Израиль. И про Англию. Это те четыре программы, которые... Я даже пророжу некоторую такую параллель. Вот у него еще есть... У них есть еще программа про Испанию. И про Италию. И вот эти программы несколько другие, на мой взгляд. Потому что Познер, он... Он дает что-то свое. Он очень сильно переживает, Владимир Владимирович, вот во всех этих очень близких... Чувствуется его отношение. Да, конечно, конечно. Друзья, мы продолжим общаться с Дмитрием Лукьяновым. У нас сейчас в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Есть не «Беги», клип, Наргиз. Слушаем, смотрим и остаемся вместе. Ты узнал мое падение И смотрел на мой испуг Ты давно меня предал без сожаленья Но болят еще следы от твоих рук Беги, беги, беги до горизонта Беги, 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 беги со мной Беги, 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 беги до солнца Беги, 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 глаза закрой Ошибалась от незнанья Ты был небом Беги, 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 беги Беги, беги, беги до горизонта Беги, 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 беги со мной Беги, 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 беги до солнца Беги, 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 глаза закрой Беги, 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 беги до солнца Беги, беги, беги до солнца Беги, 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 беги со мной Беги, беги, беги до солнца Беги, 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 глаза закрой Беги, 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 бег Спасибо, Наргиз. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». Мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Лукьянов. И говорим мы о разном. В любом случае, вы станете лучше после этой программы. Да, интересные мастер-классы будут у Дмитрия в сити-классе, в образовательном центре. Чудесно, 25 мая секреты публичных выступлений. А Дмитрия Лукьянова, 17 июня, например, профессия «Эвент-менеджер». 21 июня коучинг-проект «Как идею превратить деньги». Вот здесь, конечно, обязательно надо... Думайте над идеями, приходите со списком, получайте деньги. Наш сегодняшний гость очень творческий человек. Во-первых, надо сказать, что с актерско-режиссерским образованием. С актерским, да. И была замечательная работа на сцене театра на Таганке. Вы являетесь автором, продюсером спектакля «Весеннее обострение». И актером. Три в одном. Спектакль успешно проходил на этой сцене, но сейчас вы уже живете мыслями и проектируете, что-то другое, рассказывайте. Да, если вдруг меня кто-то спросит, а вот вы преподаете, читаете мастер-класс, как идею превратить деньги, а сами-то ли что-либо делаете? Что вы превратили в деньги? На практике-то что? Я могу смело сказать, что и спектакль на театре на Таганке начинался, собственно, с идеи где-то за столом. Понятное дело. И я думаю, любой из нас находится в какой-то момент только перед своим желанием или только со своей инициативой. Сейчас, да, мы работаем над мюзиклом. Я очень надеюсь, что этот мюзикл получится, и мы его поставим. Это будет мюзикл под названием «Дом там, где ты» с очень хорошей ценностной базой, с очень хорошими месседжами такими, свободы, поиска себя. Философский такой, да? Ну, он традиционно музыкальный, но с каким-то таким смыслом. Сценарий будете выписать? Сценарий уже, конечно же, написан. Я там тоже приложил какую-то руку, но не я один. Мы сейчас разговариваем с режиссерской группой. И очень надеемся, что будет работать с нами один из лучших музыкальных режиссеров нынешнего времени. Молодых, скажу, молодых и талантливых. Алексей Франдетти. Я очень желаю этого. Я желаю этого. Я желаю этого. Это вы макрокосму даете такую задачу, чтобы все свершилось? Знаете, на самом деле, когда я занимался кинопроектом и театральным проектом, я точно так же думал, а говорить ли мне об этом на люди? Заранее, да, есть такое, конечно, что никому не рассказывай, пока не сделаешь. Иначе могут вглазить что-то еще. А вы знаете, я потом посидел, подумал, я сейчас скажу, а потом у меня же ответственность вырастает. И это очень круто. Да, интересно. Реально, ты сидишь и что-то там сзади льет петух? Это уже бразильская система, Дим. Ну, какая бы ни была. Вот теперь даже, что касается мюзикла, достаточно большая аудитория об этом сообщили. Дмитрий и мы теперь, конечно, уже ждем. Ждем, а, соответственно, наши добрые посылы, наверное, как-то тоже будут способствовать тому, чтобы это случилось максимально хорошо и интересно. Давайте прямо сейчас сделаем вот так. Вот так, да? Что-то значит. Антопоконент. Хотя секты закрыты. Григорий Лепс, Ирина Аллегрова сейчас, друзья. Что они сделают руками. А мы, да, мы все-таки выполним просьбу от Дмитрия и приложим свои усилия какие-то для воплощения мечты. В комнате темно, слишком, слишком много пустоты, я стал лишним. Некуда бежать, ты успела все мне рассказать, что хотела. Ветер за окном по привычке гонит облака, словно спичкой. Солнце зажигать будет небо, и наступит день, где ты не был. Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать, проще самому сказать об этом, Что любовь была перестрелкой душ, мне стало скучно. И я тебе не верю, ты солнце вчерашний, который мне пророчит слезы. И я тебе не верю, ты снег зимы прошедшая, давно растаял. Я тебе не верю, ты солнце утонувшее, в воде холодной. Я тебе не верю, ты все, что было у меня, но я тебе не верю. Спрятались в лесах наши птицы, время разорвать, сжечь страницы. Где про нас с тобой, где сумела стать твоей тоской беспредела? Ветер за окном по привычке гонит облака, словно спичкой. Солнце зажигать будет небо, и наступит день, где я не был. Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать, проще самому сказать об этом, Что любовь была перестрелкой душ, мне стало скучно. Я тебе не верю, ты солнце вчерашний, который мне пророчит слезы. Я тебе не верю, ты снег зимы прошедшая, давно растаял. Я тебе не верю, ты солнце утонувшее, в воде холодной. Я тебе не верю, ты все, что было у меня. Я тебе не верю, ты солнце вчерашний, который мне пророчит слезы. Я тебе не верю, ты снег зимы прошедшая, давно растаял. Я тебе не верю, ты солнце утонувшее, в воде холодной. Я тебе не верю, ты все, что было у меня. Но я тебе не верю. Друзья, чтобы поверить жизни, необходимо стать чуть-чуть уверенней. Как это сделать? Если вы не можете, приходите в сити-класс, приходите на правильный класс. Дмитрию Лукьянову. Дмитрий Лукьянов, 25 мая, секреты публичных выступлений вы можете узнать отлично. А Дмитрий, посоветуйте, пожалуйста, что делать, если выходит человек и видит, что публика не слушает его? Ну или шепчется, что в телефоне сидит? Вот как заставить этих невоспитанных людей... Как взятия вот этого? Зацепить сразу. Есть какие-то секреты? Я немного откачусь назад. Вы сказали, приходите в сити-класс, приходите к Дмитрию Лукьянову. Я просто сделаю ремарку. Всегда приходите к лучшим. Если есть человек, которого вы очень уважаете, которому вы готовы прислушиваться, и он лучший в вашей отрасли, неважно в чем, публичное выступление, еще что-то, идите к нему, потратьте на него время. Деньги все-таки тоже. Если получится, деньги, однозначно это принесет вам конкретные результаты, вы уйдете оттуда. Кстати, в сити-классе есть много таких людей, которым стоит прислушиваться. Что касается аудитории, ну, я не знаю. Ну, своим опытом, да, поделитесь. Как вы начинали? Были же какие случаи, что... Нет, ну вот, например, как наш президент, он говорит, сюда надо смотреть и слушать. Вот он так говорит? Ну, не всегда это, наверное, уместно. Может быть, какой-то праздник висел или еще что-то. Нет, как раз он говорит в серьезные моменты. Ну, я уже говорил, конечно же, шутка. Шутка или стихотворение какое-то произведение, которое дает возможность публике, в принципе, в течение какого-то времени отвлечься от того, чем она занимается, и обратиться, и привыкнуть к тому, что происходит на сцене. Какая-нибудь шутка, либо вы можете повести себя нестандартно. Можете выйти на сцену и просто сесть на стул. Я подожду, пока вы говорите. Я подожду, пока вы говорите, да. Как правило, это работает. Рассказать, ну, я уже говорил об этом. В принципе, это... Вот это работает, правда, да. Можно сделать какое-нибудь нестандартное движение, помахать рукой, да, пробежать по сцене. Дим, а репетировать надо перед тем, как вот, понимаешь, что публичное выступление, ходить, например, в пустой комнате, громко рассказывать, вот как? Посадить перед собой семью. Или наоборот, это вот должна быть импровизация. Безусловно, если мы говорим о том эффекте, который вы хотите произвести, то его репетировать обязательно. Конечно же, это скажут все, и об этом написано везде, в общем-то. Как вы это будете делать, как вам удобно. Вы можете сажать семью, вы можете... Тренироваться на них. Работать с тренером персонально, вы можете просто громко разговаривать. Всем известны способы, да, Ирина Муравьева в фильме... Карнавал. Да, она говорила с камнями или с конфетами. Димосфеновскими. Димосфен, да. Он выходил к морю и пытался перекрикнуть. Я честно признаюсь, я иногда... Мы живем относительно недалеко от МКАДа, я иногда выхожу на МКАД и пытаюсь... И кричите фуром что-нибудь. И переговорить, да. Вот. Электрички, электрички, пойте в метро. Когда идут поезда, и вы понимаете, что вас никто не услышит. А если вас кто-то услышит, значит, ваше говорение уже достигает эффекта. Дмитрий Лукьянов, друзья, один спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли, за ваши интересные секреты, которые вы раскрыли нам. Ну и, друзья, в сети классе на официальном сайте Дмитрия есть расписание его ближайших мероприятий и мастер-классов. Спасибо еще раз большое. И самое главное, не бойтесь ничего, потому что первый шаг, он, как правило, это половина победы. Ура! Ура! Спасибо!